Сергей Зверев обратился в ЕС по ИЧИ из-за штрафа за пикет у стен Кремля. Сергей Зверев обратился в ЕС по ИЧИ из-за штрафа за пикет у стен Кремля. 19-29-27 декабря 2019 года. Обновлено. 19-40-27 декабря 2019 года. Фото. Аккаунт Сергея Зверева в Instagram. Зверев на Красной площади выступил против строительства заводов на Байкале. 4 марта 2019 года. Фото. Аккаунт Сергея Зверева в Instagram. Москва. 27 декабря новости. Артист Сергей Зверев, оштрафованный за пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале, обратился в Европейский суд по правам человека, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Глушкова. В мае Тверской суд Москвы оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за состоявшийся в марте одиночный пикет возле стен Кремля. Мосгорсуд впоследствии сократил эту сумму на треть. «Мы жалуемся на нарушение 6, 10 и 11 статей Европейской конвенции права на выражение мнений и на справедливый суд», — сказала адвокат. Она пояснила, что одиночный пикет не требует согласования, но закон о митингах запрещает проводить любые мероприятия в непосредственной близости от резиденции президента. Границы этой близости не определены. Это 10 метров, 100 метров. Если бы были границы, то можно было бы определить, что он нарушил, — отметила адвокат. 18 декабря, 18.38. Глава ПАСИ считает, что российская правовая практика обогатила ЕСПЧ. Она добавила, что ранее ЕСПЧ указал, что не считает такой абсолютный запрет оправданным, а призывает оценивать конкретное мероприятие. Это был одиночный, абсолютно мирный пикет. Наказание за него непропорционально, — сказала Глушкова. В январе этого года началось строительство завода по разливу вода вблизи поселка Колтук Иркутской области. Проектная мощность предприятия — 190 миллионов литров воды год. Основным инвестором проекта является дацинская водная компания с ограниченной ответственностью озера Байкал, зарегистрированная в Китае. Ее интересы в регионе представляет ООО «Аквасип». Межрегиональная природоохранная прокуратура оспорила законность выделения участка под завод. В марте Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство. Положительная экологическая экспертиза, на основании которой начали возводить объект, признана незаконной. Решение о нежестоящей инстанции 25 июня подтвердил Иркутский областной суд. 12 ноября, 16-21 россиянка через ЕСПЧ отсудила 28,5 тысяч евро из-за ареста отца. Продолжение следует...